Мой отец был католиком весьма набожным. Он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден. Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Два брата мои, юристы, не проявляли признаков религиозности, однако они всегда ходили к выносу плащаницы и целовали ее, и всегда бывали на пасхальной утренне. Старшая сестра, курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только 25 лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина. С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности, участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой, изображавшей старика нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую академию художества. Но во время вступительных экзаменов мною владело тяжелой раздумьей о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет с тем, чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам и ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступать на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право. Но через год меня опять неотдалимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой. Я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью. В это время впервые проявилась моя религиозность. Я каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел в лавре и храмах. Я сделал много зарисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст. И тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живопись. Я пошел бы по дороге Воснецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в занятиях живописью. К этому времени я ясно понял процесс художественного творчества. Повсюду, на улицах и в трамваях, на площадях и базарах я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений и по возвращении домой все это зарисовывал. На выставке в Киевской художественной школе получил премию за эти свои наброски. Для отдыха от этой работы я каждый день ходил версты за две по берегу Днепра, по дороге усиленно размышляя о весьма трудных богословских и философских вопросах. Из этих моих размышлений, конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной подготовки. В это же время я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем, спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако, мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой – еретик, весьма далекий от подлинного христианства. Правильное представление о христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который по доброму старому обычаю я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой святой книги, сохранявшись у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшие впечатления. Они были отмечены красным карандашом. Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». От Матфея, глава 9, стих 37. «У меня буквально дрогнуло сердце. Я молча воскликнул. О, Господи! Неужели у Тебя мало делателей? Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на Ниву свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему». Так прошел этот довольно странный год. Можно было бы поступить на медицинский факультет, но опять меня взяло раздумье народнического порядка, и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за полезную для простого народа практическую работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды отправился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком. Он хорошо оценил мои народнические стремления, но очень энергично меня отговаривал от того, что я затевал, и убеждал поступить на медицинский факультет. Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждо ему содержание. Тем не менее, я учился на дни пятерки и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучал кости, рисовал, и дома лепил их из глины, а своей припоровкой трупов сразу обратил на себя внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи ненагласно решили, что я буду профессором анатомии, и их пророчество сбылось. Через 20 лет я действительно стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии. На третьем курсе я страстно увлекся изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей, умение весьма тонко рисовать, и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии. На третьем курсе я неожиданно был избран старостой. Это случилось так. Перед одной лекцией я узнал, что один из товарищей по курсу, поляк, ударил по щеке другого товарища, еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все примолкли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента, поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды. Эта речь произвела столь большое впечатление, что меня единогласно избрали старостой. Государственные экзамены я сдавал блестяще на одни пятерки, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене, доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уж многое забыл, что они относятся прямо к моей специальности. Я получил диплом лекаря с отличием. Когда все мы получили дипломы, товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они широко открытыми глазами сказали, как, вы будете земским врачом? Ведь вы ученые по призванию. Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским мужицким врачом, помогать бедным людям. Сразу стать земским врачом мне не пришлось, так как я окончил университет осенью 1903 года, перед самым началом войны с Японией, и началом моей медицинской работы была военно-полевая хирургия в госпитале Киевского Красного Креста возле города Читы. В нашем госпитале было два хирургических отделения. Одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач отряда поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга, значительно старше меня. Я сразу развил большую хирургическую работу, оперируя раненых, и не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные ответственные операции на костях, суставах, на черепе. Результаты работы были вполне хорошими, несчастья не бывало. В работе мне много помогла недавно вышедшая блестящая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток. В Чите я женился на сестре милосердия, работавший прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли Святой Сестрой. Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой лик, и образ его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминанием об ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее неоносимой патологической ревностью. Мы уехали из Читы до окончания войны, и я поступил врачом в Ордатовское земство Симбирской губернии. Там мне пришлось заведовать городской больницей. В трудных и неприглядных условиях я сразу стал оперировать по всем отделам хирургии и офтальмологии. Офтальмология раздел медицины, изучающей болезни глаза. Однако, через несколько месяцев мне пришлось отказаться от работы в Ордатове ввиду ее невыносимой трудности. Надо отметить, что в Ордатовской больнице я сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза при плохих помощниках. И уже там у меня возникла мысль о необходимости по возможности избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел такую в селе Верхний Любаш Фатежского уезда Курской губернии. Однако, и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице на 10 коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон и из других уездов Курской губернии и соседней Орловской. Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий слепой с раннего детства прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи и все они длинные вереницы пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления. В это время вышла первым изданием книга профессора Брауна «Местная анестезия. Ее научное обоснование и практические применения». Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы, которые весьма недавно были опубликованы. Я запомнил, между прочим, что осуществление регионарной анестезии седалищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачи заняться разработкой новых ее методов. В Любожи мне встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев, и о них я там же записал две мои первые статьи. Чрезмерная слава сделала мое положение в Любожи невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множество. и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанные при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей. И скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил. Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия, сделанная в совершенно исключительных условиях. Трахеотомия, вскрытие трахеи и введение в ее просвет специальной трубки для восстановления дыхания. Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любожи деревню. Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся в руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, немного ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее, я решил сделать трахеотомию и попросил учительницу помочь мне. Но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха-уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленутого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекшую как нельзя лучше. Вместо трахеотомии я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже, по-видимому, в бронхе. С земской управой я был переведен в уездную фатежскую больницу, но и там недолго пришлось мне поработать. Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев. И самым крайним из них был председатель земуправы Батизатул. Батизатул счел меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела к заболевшему исправнику и постановлением управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из вылеченных мной слепых влез на бочку, произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения и под его предводительством толпа народа пошла громить земскую управу, здание которой находилось на базарной площади. Там был только один член управы от страха, заливший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из фатежа. Это было в 1909 году. В 1907 году в Любожи родился мой первенец Миша, а в следующем 1908 году родилась моя дочь Елена. Должность акушерки мне пришлось исполнять самому. Из фатежа я уехал в Москву и там немного менее года был экстерном хирургической клинике профессора Дьяконова. По правилам этой клиники все врачи экстерны должны были писать докторскую диссертацию и мне предложена была тема туберкулез коленного сустава. Через 2-3 недели меня пригласил профессор Дьяконов и спросил как идет работа по диссертации. Я ответил что уже прочел литературу но у меня нет интереса к этой теме. Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу и когда узнал что у меня есть собственная моя тема с живым интересом стал расспрашивать о ней. Оказалось что он ничего не знает о регионарной анестезии и мне пришлось рассказывать ему о книге Брауна. К моей радости он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией оставив предложенную тему. Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатиной на трупах то мне пришлось перейти в институт топографической анатомии и оперативной хирургии директором которого был профессор Рейн председатель московского хирургического общества но оказалось что и он не слышал и ничего не читал о регионарной анестезии. Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекции и к седалищному нерву самого выхода его из полости таза что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей. Нашел я и способ инъекции к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в московском хирургическом обществе и он вызвал большой интерес. Но мне не на что было жить в Москве с женой и двумя маленькими детьми и я должен был уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии и работать в больнице на 25 коек где развил большую хирургическую работу и напечатал отчет о ней отдельной книжкой по образцу отчета в клинике профессора Дьякона. Работу над регионарной анестезией я продолжал в Москве во время ежегодных месячных отпусков работая с утра до вечера в институте профессора Рейна и профессора Карузина при кафедре описательной анатомии. Здесь я исследовал 300 черепов и нашел очень ценный способ инъекций ко второй ветви тройничного нерва у самого выхода из круглого отверстия. К концу этой работы я уже не был в Романовке а состоял главным врачом и хирургом уездной больницы на 50 коек в Переславле-Залесском. Незадолго до нашего отъезда из Романовки родился мой сын Алеша. Близилось время родов но я рискнул ехать в Балашов на заседание санитарного совета надеясь скоро вернуться. Не дождавшись окончания заседания совета я поспешил на станцию и увидел поезд уже давший второй свисток. Не успев взять билет я сел в вагон но скоро увидел в нем много татар чего не бывало в Романовском поезде. Казалось что я попал не в свой а в Харьковский поезд и должен был с ближайшей станции вернуться в Балашов но Бог помог и в Романовке я нашел уже новорожденного сына которого принимала женщина врач раньше меня вернувшаяся с санитарного совета и заехавшая сюда по дороге в свой врачебный участок. В 1916 году уже я в Переиславле я защитил в Москве докторскую диссертацию о регионарной анестезии. Оппонентами были профессор Мартынов приват доцент топографической анатомии и оперативной хирургии фамилии которого не помню и профессор Карузин. Интересен был отзыв профессора Мартынова он сказал мы привыкли к тому что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе и научная ценность их невелика но когда я читал вашу книгу то получил впечатление пения птицы которая не может не петь и высоко оценил ее а профессор Карузин очень взволнованный подбежал ко мне и потрясая мою руку усердно просил прощения в том что не интересовался моей работой на чердаке где хранятся черепа и не подозревал что там создается такая блестящая работа за свою диссертацию я получил от Варшавского университета крупную премию имени Хайнацкого в 900 рублей золота предназначавшуюся за лучшие сочинения пролагающие новый путь в медицине однако денег этих мне не пришлось получить потому что книга была напечатана небольшим тиражом только в 750 экземпляров и быстро распродана в книжных магазинах куда я неосторожно разослал их и я не мог представить Варшавский университет требуемого количества экземпляров у земского врача каким я был 13 лет воскресные и праздничные дни самые занятые и обремененные огромной работой поэтому я не имел возможности ни в Любожи ни в Романовке ни в Переславле Залесском бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе и это возбудило большую радость среди верующих в Переславле было еще одно великое событие в моей жизни начало которому Господь положил в Переславле с самого начала своей хирургической деятельности в Чите Любожи и Романовке я ясно понял как огромное значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес я из университета я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний в конце моего пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге очерки гнойной хирургии я составил план этой книги и написал предисловие к ней и тогда к моему удивлению у меня появилась крайне странная неотвязная мысль когда эта книга будет написана на ней будет стоять имя епископа быть священнослужителем а тем более епископом и во сне не снилось но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны всеведущему Богу уже когда мы в очреве матери как увидите дальше уже через несколько лет стала полной реальностью моя неотвязная мысль когда эта книга будет написана на ней будет стоять имя епископа в Переславле Залесском мы прожили 6,5 лет там родился мой младший сын Валентин в городской и фабричной больницах я развил очень широкую хирургическую работу и был одним из пионеров в новых тогда крупнейших операциях на желчных путях желудке селезенке и даже на головном мозге кроме того я в 1915 1916 годах заведовал небольшим госпиталем для раненых в начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь умершую от скоротечной чахотки на великую беду она привезла с собой ватное одеяло под которым лежала ее больная дочь я говорил своей жене Ане что в одеяле привезена к нам смерть так и случилось сестра Ани прожила у нас всего недели две и вскоре после ее отъезда я обнаружил у Ани явные признаки туберкулеза легких это совпало с тем временем когда я по объявлению в газете при очень большом конкурсе получил приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы с нами ехала девушка прислуга недавно родившая ребенка на полдороги от Переиславля до Москвы пришлось остановиться на неделю в гостинице Троица Сергиевой Лавры вследствие высокой лихорадки у Ани поездка на поезде в Москву и дальнейший путь до Ташкента с малыми детьми были крайне трудными так как было уже сильно расстроено железнодорожное движение в Ташкенте у нас была отличная квартира главврача при больнице пять комнат в которых однако мне самому нередко приходилось мыть полы из-за неизбежного при революции расстройства жизни в 1919 году в городе происходила междоусобная война между гарнизоном Ташкентской крепости и полком туркменских солдат под предводительством изменившего революции военного комиссара через весь город над самой больницей летели с обеих сторон во множестве пушечные снаряды и под ними мне приходилось ходить в больницу восстание туркменского полка было подавлено началась расправа с участниками контрреволюции при этом и мне и завхозу больницы пришлось пережить страшные часы мы были арестованы неким Андреем служителем больничного морга питавшим ненависть ко мне так как он был наказан начальником города после моей жалобы меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские в которых происходил суд над туркменским полком когда мы проходили по железнодорожному мосту стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею как я после узнал они советовали Андрею не возиться с нами а расстрелять нас под мостом огромное помещение было наполнено солдатами восставшего полка их по очереди вызывали в отдельную комнату и там в списке имен почти всем ставили кресты в трибунале участвовал Андрей и другой служащий больница который успел предупредить других участников суда что меня из-за вхоза по личной злобе арестовал Андрей нам крестов не поставили и быстро отпустили когда нас провожали обратно в больницу то встречавшиеся по дороге рабочие крайне удивлялись тому что нас отпустили из мастерских позже мы узнали что в тот же день вечером в огромной казарме мастерских была устроена ужасная человеческая бойня были убиты солдаты туркменского полка и многие горожане а моя бедная больная Аня знала что меня арестовали знала куда увели и пережила ужасные часы до моего возвращения это тяжелое душевное потрясение крайне вредно отразилось на ее здоровье и болезнь стала быстро прогрессировать настали и последние дни ее жизни она горела в лихорадке совсем потеряла сон и очень мучилась последние 12 ночей я сидел у ее смертного одра а днем работал в больнице настала последняя страшная ночь чтобы облегчить страдания умирающей я впрыснул ей шприц морфия и она заметно успокоилась минут через 20 слышу впрысни еще через полчаса это повторилось опять и в течение 2-3 часов я много впрыснул ей шприцев морфия далеко превысив допустимую дозу но отравляющего действия его не видел вдруг она быстро поднялась и села довольно громко сказала позови детей пришли дети и всех их она перекрестила но не целовала вероятно боясь заразить простившись с детьми она легла спокойно лежала с закрытыми глазами и дыхание ее становилось все реже и реже настал и последний вздох гроб заранее был приготовлен утром пришли мои операционные служанки обмыли и одели мертвое тело и уложили в гроб а не умерла 38 лет в конце октября 1919 года я остался с четырьмя детьми из которых старшему было 12 а младшему 6 лет две ночи я сам читал над гробом псалтии стоя ног покойной в полном одиночестве часа в 3 второй ночи я читал 112 псалом начало которого поется при встрече архиереи в храме от восток солнца до запад псалом 112 стих 3 и последние слова псалма поразили и потрясли меня ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова самого Бога обращенные ко мне неплодную вселяет в дом матерью радующуюся о детях Господу Богу было ведомо какой тяжелый тернистый путь ждет меня и тотчас после смерти матери моих детей он сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчило почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну Белецкую о которой я знал только то что она недавно похоронила мужа и была бездетной и все мое знакомство с ней ограничилось только деловыми разговорами относящимися к операции и однако слова неплодную вселяет в дом матерью радующуюся о детях я без сомнения принял как Божие указание возложить на нее заботы о моих детях и воспитании их я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне жившей в хирургическом отделении я постучал в дверь открыв ее она с изумлением отступила назад увидев столь ранний час своего сурового начальника и с глубоким волнением слушала о том что случилось ночью над гробом моей жены я только спросил ее верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеления заменить моим детям их умершую мать София Сергеевна с радостью согласилась она сказала что ей очень больно было только издали смотреть как мучилась моя жена и очень хотелось помочь нам но сама она не решалась предложить нам свою помощь она издали любила моих младших детей но опасалась что не сладит с Мишей моим старшим сыном потому что он обижает младших так и случилось троих младших детей она очень любила и особенно самый младший Валя не слезал с ее колен а Мишу пришлось ей перевоспитывать моя квартира главврача состояла из пяти комнат так удачно расположенных что София Сергеевна могла получить отдельную комнату вполне изолированную от тех которую я занимал она долго жила в моей семье но была только второй матерью для детей ибо Всевышнему Богу известно что мое отношение к ней было совершенно чисто я скоро узнал что в Ташкенте существует церковное братство и пошел на одно из его заседаний по одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с довольно большой речью которая произвела большое впечатление это впечатление перешло в радость когда узнали что я главный врач городской больницы видный протеерей Михаил Андреев настоятель провокзальной церкви воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания на которых он сам или желающие из числа присутствовавших выступали с беседами на тему священного писания а потом все пели духовные песни я часто бывал на этих собраниях и нередко проводил серьезные беседы я конечно не знал что они будут только начало моей огромной проповеднической работы в будущем когда возникла недоброй памяти живая в кавычках церковь то как известно везде и всюду на епархиальных съездах духовенства и мирян обсуждалась деятельность епископов и некоторых из них смещали с кафедр так суд в кавычках над епископом ташкентским и туркменским происходил в Ташкенте в большой певческой комнате очень близко от кафедрального собора на нем присутствовал и я в качестве гостя и по какому-то очень важному вопросу выступил с продолжительной горячей речью когда кончился съезд и присутствовавшие расходились я неожиданно столкнулся в дверях с ладыкой иннокентием он взял меня под руку и повел на перрон окружавший собор преосвященный говорил что моя речь произвела большое впечатление и неожиданно остановившись сказал мне доктор вам надо быть священником как я уже говорил раньше у меня никогда не было и мысли о священстве но слова преосвященного иннокентия принял как божий призыв устами архиерея и ни на минуту не размышляя ответил хорошо владыка буду священником если это угодно богу уже в ближайшее воскресенье при чтении часов я в сопровождении двух яконов вышел в чужом подряснике к стоявшему на кафедре архиерею и был посвященным в чтеца певца и подьякона а во время литургии и в сан диакона конечно это необыкновенное событие посвящение его диакону уже получившего высокую оценку профессора произвело огромную сенсацию в Ташкенте и ко мне пришли большой группой студенты медицинского факультета во главе с одним профессором конечно они не могли понять и оценить моего поступка ибо сами были далеки от религии но я чувствовал что мой долг защищать проповедью оскорбляемого спасителя нашего и восхвалять его безмерное милосердие к роду человеческому через неделю после посвящения водиакона в праздник среднего господня 1921 я был рукоположен воиерея епископом инокентием я забыл раньше сказать о том что в Ташкенте я был одним из инициаторов открытия университета большинство кафедр было замещено избранными из числа ташкентских докторов медицины и только я один был почему-то избран в Москве на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии мне пришлось совмещать свое священническое служение с чтением лекций на медицинском факультете слушать которые приходили во множестве и студенты других курсов лекции я читал в рясе с крестом на груди я оставался и главным хирургом Ташкентской городской больницы поэтому служил в соборе только по воскресеньям преосвященный инокентий редко проповедовавший назначил меня четвертым священником собора и поручил мне все дело проповеди при этом он сказал мне словами апостола Павла ваше дело не крестите а благовестите он глубоко понимал что говорил и слово его было почти пророческим и теперь на 38 году своего священства я вполне ясно понимаю что моим призванием от Бога была именно проповедь и исповедание имени Христова кроме того мне приходилось в течение двух лет часто вести публичные диспуты при множестве слушателей с отрекшимся от Бога протеереем Ломакином бывшим миссионером Курской епархии возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии как правило эти диспуты кончались посрамлением отступника от веры несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил у строителей диспутов избавить его от этого философа в кавычках однажды неведомо для него железнодорожники пригласили меня в свой клуб для участия в диспуте религии в ожидании начала диспута я сидел на сцене при опущенном занавесе и вдруг вижу поднимается на сцену по лестнице мой всегдашний противник увидев меня крайне смутился пробормотал опять этот доктор поклонился и пошел вниз и рабочие наградили меня громкими аплодисментами на несчастном хулителе Духа Святаго страшно сбылось слово псалмопевца Давида смерть грешников люта он заболел раком прямой кишки и при операции оказалось что опухоль уже проросла в мочевой пузырь враг божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий и даже партийные медицинские сестры отказывались от ухода за ним я продолжал работать в качестве главного врача больницы широко оперировал каждый день и даже по ночам в больнице и не мог не обрабатывать своих наблюдений научно для этого мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге куда ежедневно привозили повозки горою нагруженные трупами беженцев из Поволжья где свирепствовали тяжелый голод и эпидемии заразных болезней многие из этих исследований на трупах легли в основу моей книги почерки гнойной хирургии выдержавшей три издания общим тиражом 60 тысяч экземпляров за нее я получил сталинскую премию первой степени вскоре произошло восстание против патриарха Тихона московских и петроградских священников которые возглавил протеерей Александр Введенский по всей России произошло разделение духовенства на стойких и крепких духом верных православной церкви патриарху Тихону и на малодушных неверных или неразбиравшихся в бурных церковных событиях они вошли в живую в кавычках церковь возглавляемую Введенским и немногими его сообщниками имен которых уже не помню преосвященный Иннокентий был очень испуган и тайно ночью уехал в Москву надеясь оттуда попасть в Ламский монастырь епископ уехал в церкви бунт тогда протеерей Михаил Андреев и я объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост устроили съезд оставшихся верными на эти собрания мы просили ГПУ прислать своих представителей но ни разу они не приезжали казалось бы все безупречно но за это главным образом я получил свою первую ссылку в это время приехал в Ташкент очень видный архиерей преосвященный Андрей фамилии его не помню узнав о положении дел у нас он назначил меня настоятелем собора и объявил протеереем вскоре после этого из Ашхабада в Ташкент был переведен другой ссыльный преосвященный Андрей Уфимский князь Ухтомский незадолго до своего ареста и ссылки в Среднюю Азию он был в Москве и патриарх Тихон находившийся под домашним арестом дал ему право избирать кандидатов для возведения в сан епископа и тайным образом рукополагать их приехав в Ташкент преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом на посвящение его епископа собором ташкентского духовенства и тайно постриг меня в монашество в моей спальне он говорил мне что хотел дать мне имя целителя Пантелеймона но когда побывал на литургии совершенной мною и услышал мою проповедь то нашел что мне гораздо более подходит имя апостола евангелиста врача и иконописца Луки преосвященный Андрей направил меня в таджикский город Пенджикент отстоявший за 90 верст от Самарканда в Пенджикенте жили два ссыльных епископа Даниил Волховский и Василий Суздальский епископ Андрей передал им через меня письмо с просьбой совершить надо мною архиерейскую фератонию Мой Мой отъезд в Самарканд должен был быть тайным и потому я назначил на следующий день четыре операции а сам вечером уехал на поезде в Самарканд в сопровождении одного эромонаха Диакона и своего старшего сына 16-летнего Михаила Утром приехали в Самарканд но найти параконного извозчика для дальнейшего пути в Пенджикенд оказалось почти невозможным ни один не соглашался ехать потому что все боялись нападения басмачей Наконец нашелся один смельчак который решился нас везти с Божьей помощью мы доехали благополучно Преосвященные Даниил и Василий встретили нас с любовью прочитав письмо епископа Андрея Ухтомского решили назначить на завтра литургию для совершения хератонии и немедленно отслужить вечернюю и утренню в маленькой церкви святителя Николая Мерликийского без звона и при запертых дверях на следующее утро все мы отправились в церковь заперли за собой дверь и не звонили а сразу начали службу и в начале литургии совершили хератонию при хератонии посвящаемый склоняется над престолом а архиерей держит над его главой раскрытые Евангелия в этот важный момент хератонии когда читали совершительную молитву Таинство Священства я пришел в такое глубокое волнение что всем телом дрожал и потом архиереи говорили что подобного волнения не видели никогда архиереем я стал 18 мая 1923 года в Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно когда сообщили об этой хератонии Святейшему Патриарху Тихону то он ни на минуту не задумываясь утвердил и признал ее законной на воскресенье 21 мая день памяти равна апостольных Константина и Елены я назначил свою первую архиерейскую службу на моей первой службе в алтаре присутствовал преосвященный Андрей Уфимский он волновался что я не сумею служить без ошибок но по милости Божией ошибок не было спокойно прошла следующая неделя и я спокойно отслужил вторую воскресную всеночную вернувшись домой я читал правила к причащению святых Тань в 11 часов вечера стук в наружную дверь обыск и первый мой арест я простился с детьми и Софии Сергеевной и в первый раз вошел в черный ворон как назвали автомобиль ГПУ так положено было начало 11 годам моих тюрем и ссылок четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны меня посадили в подвал ГПУ первый допрос был совершенно нелепым меня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми о сообществе с оренбургскими казаками о которых я конечно ничего не знал однажды ночью вызвали на допрос продолжавшийся часа два его вел очень крупный чекист который впоследствии занимал очень видную должность в московском ГПУ он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти услышав что я всегда был демократом он поставил вопрос ребром так кто же вы друг наш или враг наш я ответил и друг ваш и враг ваш если бы я не был христианином то вероятно стал бы коммунистом но вы воздвигли гонения на христианство и потому конечно я не друг ваш в годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы я не переставал писать свои очерки гнойной хирургии которые хотел издать двумя частями и предполагал издать их вскоре оставалось написать последний очерк первого выпуска о гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его я обратился к начальнику террорного отделения в котором находился с просьбой дать мне возможность написать эту главу он был так любезен что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы я скоро окончил первый выпуск своей книги на заглавном листе я написал епископ лука профессор воина ясенецкий очерки гнойной хирургии так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне божие предсказание об этой книге которое я получил еще в Переславле Залесском несколько лет назад когда эта книга будет написана на ней будет стоять имя епископа издать книгу двумя выпусками мне не удалось и она была напечатана первым далеко не полным изданием только после первой моей ссылки имя епископа конечно было выпущено в тюрьме меня держали недолго и освободили на один день для того чтобы я ехал свободно в Москву всю ночь моя бывшая квартира главного врача больницы была наполнена прихожанами собора пришедшими проститься со мною в это время Ташкентская архиерейская кафедра была уже занята живоцерковным в кавычках митрополитом Николаем которого я назвал лютым вепрем возлегшим на горнем месте и запретил иметь с ним общение это мое завещание взбесило чекистов утром простившись с детьми я отправился на вокзал и занял место не в арестантском а в пассажирском вагоне после первого второго и третьего звонков и свистков паровоза поезд минут двадцать не двигался с места как я узнал только через долгое время поезд не мог двинуться по той причине что толпа народа легла на рельсы желая удержать меня в Ташкенте но конечно это было невозможно в Москве я явился в центральной ГПУ где после короткого ничего не значащего допроса мне объявили что я могу свободно жить в Москве неделю а потом должен снова явиться в ГПУ в течение этой недели я дважды был у патриарха Тихона и один раз служил совместно с ним при вторичной явке в ГПУ меня арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму после недельного пребывания в карантине меня поместили в уголовную камеру в которой однако бандиты и жулики относились ко мне довольно прилично в тюремной больнице я впервые познакомился с новгородским митрополитом Арсением в соседней камере тоже уголовной находился священник имевший очень большое влияние на бандитов и жуликов влияние этого священника внезапно прекратилось когда в камеру вошел старик матерый вор которого уголовники встретили как своего вождя с большим почетом нас каждый день выпускали на прогулку в тюремный двор возвращаясь со двора на второй этаж я впервые заметил одышку в библиотеке бутырской тюрьмы мне к большой радости удалось получить новый завет на немецком языке и я усердно читал его глубокой осенью большую партию арестантов бутырской тюрьмы погнали пешком через всю Москву в таганскую тюрьму я шел в первом ряду а недалеко от меня шел тот матерый вор-старик который был поведителем шпаны соседней с моей камеры бутырской тюрьмы в таганской тюрьме меня поместили не со шпаной а в камере политических заключенных все арестанты в том числе и я получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького проходя в клозет по длинному коридору я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры пол который по щиколотку был залит водой сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок это произвело огромное впечатление на старика предводителя шпаны каждый раз когда я проходил мимо уголовной камеры он очень любезно приветствовал меня и именовал батюшкой позже в других тюрьмах я не раз убеждался в том как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним в таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом вероятно вирусным и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов от тюремного врача я получил справку в которой было написано что я не могу идти пешком и меня должны везти на подводе в московских тюрьмах мне пришлось сидеть вместе с протеереем Михаилом Андреевым приехавшим из Ташкента вместе со мной вместе с ним уехал я из Москвы в свою первую ссылку в начале зимы 1923 года когда поезд пришел в город Тюмень был тихий лунный вечер мне захотелось пройти в тюрьму пешком хотя стража предлагала подводу до тюрьмы было не более версты но на мою беду нас погнали быстрым шагом и в тюрьму я пришел с сильной одышкой пульс был мал и част а на ногах появились большие отеки до колен это было первое проявление миокардита причиной которого надо считать возвратный тиф который я перенес в Ташкенте через год после принятия священства в тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго около двух недель и я все время лежал без врачебной помощи так как единственную склянку дигиталиса получил только дни через 12 в тюменской тюрьме мы впервые встретились с протеереем Иларионом Голубятниковым и дальше ехали вместе с ним вторая этапная остановка была в городе Омске но о ней у меня не осталось никаких воспоминаний от Омска мы ехали до Новосибирска в Столыпинском в кавычках арестантском вагоне состоявшем из отдельных камер с решетчатыми дверями и узкого коридора с маленькими высоко расположенными оконцами в камеру отведенную для меня и моих спутников двух протеереев посадили кроме нас бандита убившего 8 человек и проститутку уходившую поначалу на практику к нашим стражникам бандит знал что я в таганской тюрьме отдал свой полушубок дрожавшему шпаненку и был очень вежлив со мной он уверял меня что никогда нигде меня не обидит никто однако уже в новосибирской тюрьме при мытье в бане у меня украли несколько сот рублей а позже в той же тюрьме украли чемодан с вещами в этой тюрьме нас сначала посадили в отдельную камеру а вскоре перевели в большую уголовную камеру где нас шпана встретила настолько враждебно что я должен был спасаться бегством от них стал стучать в дверь под предлогу необходимости выйти в клозет и выйдя заявил надзирателю что ни в коем случае не вернусь в камеру от новосибирска до красноярска ехали без особых приключений в красноярске нас посадили в большой подвал двухэтажного дома гпу подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями которые нам пришлось чистить при этом нам не дали даже лопат рядом с нашим подвалом был другой где находились казаки повстанческого отряда имени их предводителей я не запомнил но никогда не забуду оружейных залпов доносившихся до нас при расстреле казаков в подвале гпу мы прожили недолго и нас отправили дальше по зимнему пути в город Енисейск за 320 километров к северу от Красноярска об этом пути я мало помню не забуду только операции которые мне пришлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет 30 после тяжелого остеомелита гнойное воспаление костного вещества никем не леченного у него торчала изъяющая рана в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости нечем было перевязать его и рубаха и постель его всегда были залиты гноем я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр в Енисейске мы получили хорошую квартиру в доме зажиточного человека и прожили в ней около двух месяцев к нам присоединился еще один ссыльный священник и все мы по воскресным и праздничным дням совершали всеночную и ритургию в своей квартире в которую входила и гостиная в Енисейске было очень много церквей но и здесь как и в Красноярске священники уклонились в живоцерковный в кавычках раскол и с ними конечно мы не могли молиться один диакон сохранил верность православию и я рукоположил его во пресвитера в один из праздничных дней я вошел в гостиную чтобы начать литургию и неожиданно увидел стоявшего противоположной двери незнакомого старика монаха он точно остолбенел при виде меня и даже не поклонился придя в себя он сказал отвечая на мой вопрос что в Красноярске народ не хочет иметь общение с неверными священниками и решил послать его в город Минусинск верст за 300 к югу от Красноярска где жил православный епископ имени его не помню но к нему не поехал монах Христофор ибо какая-то неведомая сила увлекла его в Енисейск ко мне а почему ты так остолбенел увидев меня спросил я как было мне не остолбенить ответил 10 лет тому назад я видел сон который как сейчас помню мне снилось что я в Божьем храме и неведомый мне архиерей рукополагает меня в иеромонаха сейчас когда вы вошли я увидел этого архиерей монах сделал мне земной поклон и за литургией я рукоположил его в иеромонаха 10 лет тому назад когда он видел меня я был земским хирургом в городе Переславль-Залеска и никогда не помышлял ни о священстве ни об архиерействе а у Бога в то время я уже был епископом так неисповедимы пути Господни Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию которая достигла апогея когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчиком братьям и сделал их зрячими по просьбе доктора Василия Александровича Башурова заведовавшей Енисейской больницей я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций в то же время я вел большой прием больных у себя на дому и было так много желающих попасть ко мне что в первые же дни оказалось необходимо вести запись больных эта запись начатая в первых числах марта скоро достигла дня Святой Троицы незадолго до Благовещения я был послан назначенное мне место ссылки деревню Хая на реке Чуни притоке Ангары со мной до районного села Багучаны ехали протеереи Иларион Голубятников и Михаил Андреев ехали мы на лошадях по замерзшему Енисею Ангаре до Багучан где нас разлучили послав протеереев Голубятников и Андреева в недалекие от Багучан деревни а меня за 120 верст в деревню Хая в Багучанах я оперировал больного у которого был нагноившийся и хинокок печени и через несколько месяцев возвращаясь из Хай нашел его вполне здоровым в Багучанах мне указали благочестивого крестьянина в селе Хая у которого советовали поселиться но предупреждали что у него злая старуха мать в Хае меня уже ожидали мои монахини поселившиеся у этого крестьянина старуха мать встретила меня с большой радостью мне отвели две комнаты в одной из которых я с монахинями совершал богослужения а в другой спал злая старуха только в первые дни приходила на наше богослужение а потом не только оставалась на своей половине но старалась всячески мешать нашим службам злая старуха все больше и больше притесняла нас и стала прям таки выживать из дома дело дошло до того что мы с монахиней вынесли из дома свои вещи и сели на них у стены видя что нас выгнали из дома народ возмутился и заставил старуху принять нас обратно в дом в Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной обстановке у меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилизатор в пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном одиночестве сделал ему экстракцию катаракты операция прошла вполне успешно за нее я получил 10 беличьих шкурок ценившихся по рублю в Хае мы прожили месяца два и был получен приказ отправить меня снова в Енисейск нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей монахини впервые сели на лошадей очень крупные оводы так нещадно жалили животных что струи крови текли по их бокам и ногам лошадь на которой ехала монахиня Лукия не раз ложилась и каталась по земле чтобы избавиться от овода и сильно придавила ей ногу на полдороге до Богучан мы ночевали в лесной избушке несмотря на требования провожатых ехать дальше всю ночь на них подействовала только моя угроза что они будут отвечать перед судом за бесшеловечное обращение со мной профессора не доезжая верст десяти до Богучан прекратилась наша верховая езда меня никогда прежде не ездившего верхом и крайне утомленного пришлось снимать с лошади моим провожатым дальше до Богучан мы ехали на телеге затем плыли по ангаре на лодках причем пришлось миновать опасные пороги вечером на берегу Енисея против устья ангары мы с монахинями ослужили под открытым небом незабываемую вечерню ночью я подвергся такому нападению клопов которого нельзя было и представить себе я быстро заснул но вскоре проснулся зажег электрическую лампочку и увидел что вся подушка и постель и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов я зажег свечу и начал поджигать клопов которые стали падать на пол со стен и постелей эффект этого поджигания был поразительным через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа они по-видимому как-то сказали друг другу спасайся братцы здесь поджигают в последующие дни я больше не видел клопов они все ушли в другие камеры в Енисейской тюрьме меня держали недолго и отправили дальше вниз по Енисею когда пришел из Красноярска караван состоявший из небольшого парохода буксировавший несколько барж меня поместили в одной из этих барж вместе с отправленной в Таруханский край социал-революционерами монахини Луки и Валентина хотели провожать меня но этого и не позволили путь по широкому Енисею текущему по безграничной тайге был скучан и однообразен на полдороги до Таруханска была небольшая остановка в довольно крупном селении название которого я не помню на берегу меня встретила большая группа ссыльных встречавших каждый пароход в надежде увидеть меня ибо там как-то прослышали о моей ссылке в Таруханск из этой группы ко мне подошел представиться пресвитер ленинградской баптистской общины Шивов с особым нетерпением ожидавшей меня позже он приезжал ко мне в Таруханск для долгих бесед немного поодаль стояла другая группа людей тоже ожидавших меня это были тунгусы все больные трахомой трахома хроническое вирусное заболевание глаз при отсутствии лечения ведущие к изъязвлению роговицы завороту век образованию бельма слепоте одному из них полуслепому от заворота век я предложил приехать ко мне в Таруханск в больницу для операции он вскоре последовал моему совету и я сделал ему пересадку слизистой оболочки губы на веки в Таруханске когда я выходил из баржи толпа народа ожидавшая меня вдруг опустилась на колени прося благословения меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу незадолго до этого врач больницы поздно распознав у себя рак нижней губы уехал в Красноярск где ему была сделана операция уже запоздалая как оказалось впоследствии в больнице оставался фельдшер и вместе со мной приехала сестра из Красноярска молодая девушка только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором с этими двумя помощниками я делал такие большие операции как резекции верхней челюсти большие чревосечения гинекологические операции немало глазных уже начинался ледоход на Енисеи когда к моему удивлению приехал ко мне на лодке за 700 верст ленинградский пресвитер Баптист Шилов Шилов предпринял этот опасный тяжелый путь только ради бесед со мною раньше его в Таруханск приехал маленький тщедушный еврейчик который из Америки приехал в Москву под видом коммуниста но чем-то возбудил подозрения и был заключен в упраздненный Соловецкий монастырь этот еврейчик однажды присутствовал при моей беседе с Шиловом и я по его просьбе разрешил ему присутствовать на наших беседах которые продолжались дня три по несколько часов ежедневно Шилов просил меня разобрать целый ряд текстов священного писания и конечно я разъяснил их в православном духе но странным образом оказалось как увидим в дальнейшем Шилов счел меня убежденным в правоте баптизма наши беседы закончились Шилов успел вернуться в Красноярск на каком-то запоздавшем пароходе в Турухан я мог и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал на них Туруханские крестьяне были мне глубоко благодарны и привозили меня в монастырь и домой на услугах коврами санях в больнице конечно я не отказывал никому благословений которые очень ценили тунгусы и всегда просили за это и за церковные проповеди мне пришлось дорого поплатиться меня предупреждали что председатель Туруханского краевого совета большой враг ненавистник религии это однако не помешало ему возопить к Богу о спасении когда он попал в жестокую бурю на Енисеи на небольшой лодке по требованию этого председателя меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил что мне строго запрещается благословлять больных в больнице проповедовать в монастыре и ездить в него на покрытых коврами-санях я ответил что по архиерийскому долгу не могу отказывать людям благословений и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление о запрещении больным просить у меня благословения этого конечно он сделать не мог о поездках в церковь я тоже ему предложил запретить крестьянам подавать мне сани устланные коврами и этого он тоже не сделал однако недолго терпели мою твердость здание ГПУ находилось совсем рядом с больницей меня вызвали туда и у входной двери я увидел сани запряженные парой лошадей и милиционера уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил что за неподчинение требованиям исполкома я должен немедленно уехать дальше из Таруханска и на сбор мне дается полчаса я только спросил спокойно куда же именно высылают меня и получил раздраженный ответ на ледовитый океан я спокойно ушел в больницу и за мной последовал милиционер он шепнул мне на ухо пожалуйста пожалуйста профессор собирайтесь как можно быстрее нам нужно только выехать отсюда и поскорее доехать до ближайшей деревни а дальше поедем спокойно скоро мы добрались до недалекой от Таруханской деревни Селиванихи получившей свое название от фамилии главаря секты скотцов Селиванова отбывавшего в ней свою ссылку скоро собрались мои компаньоны по ссылке социал-революционеры с большим интересом относившиеся ко мне и долго беседовавшие со мной они снабдили меня деньгами и меховым одеялом которое очень пригодилось мне после ночлега в съезжей избе поехали дальше путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня однако именно в это трудное время я очень ясно почти реально ощущал что рядом со мною сам Господь Бог Иисус Христос поддерживающий и укрепляющий меня ночую в прибрежных станках мы доехали до северного полярного круга за которым стояла деревушка название которое я не помню в ней жил в ссылке Сталин когда мы вошли в избу хозяин ее протянул мне руку я спросил ты разве не православный не знаешь что архиереи просят благословения они руку подают это как позже выяснилось произвело очень большое впечатление на конвоировавшего меня милиционера он и раньше на пути от Селиванихи до следующего станка говорил мне я чувствую себя в положении малюты Скуратова везущего митрополита Филиппа в Отроч монастырь Следующий наш ночлег был в станке из двух дворов в котором жил суровый старик Афеноген со своими четырьмя сыновьями на положении средневекового феодального барона он присвоил себе исключительное право на ловлю рыбы в Енисее на протяжении сорока километров и никто не смел оспаривать это право младший из сыновей старика являл собой необыкновенный пример патологической лености он отказывался от всякой работы и по целым дням лежал его много раз свирепо до полусмерти избивали но ничего не помогало старик Афеноген считал себя примерным христианином и любил читать священное писание до поздней ночи я беседовал с ним разъясняя то что он понимал неправильно дальнейший путь был еще более тяжел один из следующих станков недавно сгорел мы не могли остановиться в нем на ночь и с трудом достали оленей ослабевших от недостатка корма на них пришлось ехать до следующего станка проехав без остановки не менее семидесяти верст я очень ослабел и так закоченел что меня на руках внесли в избу и там долго отогревали дальнейший путь до станка плахина отстоявшего за 230 километров от полярного круга прошел без приключений моему комсомольцу как он мне сказал было поручено самому избрать для меня место ссылки и он решил оставить меня в плахина это был совсем небольшой станок состоявший из трех изб и еще двух больших как мне показалось грудь навоза и соломы которые в действительности были жилищами двух небольших семей мы вошли в главную избу и вскоре сюда же вошли вереницы очень немногочисленные жители плахина все все низко поклонились и председатель станка сказал мне ваше преосвященство не извольте ни о чем беспокоиться мы все для вас устроим он представил мне одного за другим мужиков и женщин говоря при этом не извольте ни о чем беспокоиться мы уже все обсудили каждый мужик обязуется поставлять вам полсажения дров в месяц вот эта женщина будет вам готовить а это будет стирать не извольте ни о чем беспокоиться все просили у меня благословения и показали приготовленное для меня помещение в другой избе разделенной на две половины в одной половине жил молодой крестьянин со своей женой их переселили в другую половину избы потеснив живших там мой конвоир комсомолец очень внимательно наблюдал за всей сценой знакомства моего с жителями станка он должен был сейчас уехать ночевать другую факторию находившуюся в нескольких километрах от плахина было видно что он взволнован предстоящим прощанием со мной но я вывел его из затруднения благословив и поцеловав его это как увидим в дальнейшем повествовании произвело на него сильное впечатление я остался один в своем помещении это была довольно просторная половина избы с двумя окнами в которых вместо второй храм были снаружи приморожены плоские льдины щели в окнах не были ничем заклеены а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет на полу в углу лежала куча снега вторая такая же куча никогда не таявшая лежала внутри избы у порога входной двери для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьями шкурами подушка была у меня с собой вблизи нар стояла железная печурка которую на ночь я наполнял дровами и зажигал а лежа на нарах накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом которые подарили мне в селиванихе ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке а утром когда я вставал со своего ложа меня охватывал мороз стоявший в избе от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре в первый же день я принялся заклеивать щели в окне клейстером и толстой оберточной бумагой от покупок сделанных факторий и ей уже пытался закрыть щель в углу избы весь день и ночь я топил железную печку когда сидел теплоодетым за столом то выше пояса было тепло а ниже холодно однажды мне пришлось помыться в таком холоде мне принесли таз и два ведра воды одно холодный с кусками льда а другой горячий иногда по ночам меня будил точно сильнейший удар грома но это был не гром отрезкался лед поперек всего широкого енисея недолго я получал пищу от бабы которая обязалась стряпать для меня она подралась со своим любовником и отказалась готовить мне пищу мне пришлось первый раз в жизни попробовать самому готовить себе пищу о чем я не имел никакого понятия рыбу мне приносили крестьяне а другие продукты покупали в факторе не помню уже какой курьез получился у меня при попытке жарить рыбу но хорошо помню как я варил кисель я сварил клюкву и стал подливать в нее жидкий крахмал сколько я не лил мне все казалось что кисель жидок я продолжал лить крахмал пока кисель не превратился в твердую массу потерпев такое фиаско со своей кулинарией я должен был спасовать мне надо мной жарилась другая баба и стала стряпать для меня у меня был с собой новый завет с которым я не расставался и в своих ссылках и в плахене я предложил крестьянам читать и объяснять им евангелие они как будто с радостью откликнулись на это но радость была недолгая с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше и меньше и вскоре прекратились мои чтения и проповеди расскажу еще об одном божьем деле которое мне пришлось совершить в плахене теперь когда пишу эти воспоминания я уже более 37 лет в священном сане и более 35 лет в архиерейском но как это ни странно я крестил только трех детей одного близкого к смерти сокращенным чином и двух других совершенно необыкновенным образом и вот в самой далекой моей ссылке за 230 верст дальше полярного круга в станке плахена мне пришлось крестить двух малых детей в совершенно необычной обстановке как я уже говорил в станке кроме трех исп было два человеческих жилья одно из которых я принял за сток сена а другое за кучу навоза вот в этом последнем мне и пришлось крестить у меня не было ничего ни облачения ни требника и за неимением последнего я сам сочинил молитвы а из полотенца сделал подобие петрахели убогое человеческое жилье было так низко что я мог стоять только согнувшись купелью служила деревянная катка а все время совершение таинства мне мешал теленок вертевшийся возле купели и теперь мне архиерею крестить не приходится ибо крестят мои священники в плахине часто бывают очень сильные морозы и там не живут вороны и воробьи потому что при таком холоде они могут замерзнуть на лету и камнем упасть на землю за два месяца моей жизни в плахине я только один раз увидел сидевшую на кусте маленькую птичку похожую на большой комок розового пуха однажды мне пришлось испытать крайне тяжелый мороз когда несколько дней подряд беспрестанно дул северный ветер называемый тамошними север это тихий но не перестающий ни ночью ни днем леденящий ветер который едва переносит лошади и коровы бедные животные день и ночь неподвижно стоят повернувшись задом к северу на чердаке моей избы были развешаны рыболовные сети с большими деревянными поплавками когда дул север поплавки непрестанно стучали и этот стук напоминал мне музыку Григо пляска мертвецов в Плахине прожил я немного более двух месяцев до начала марта и проезжих в этом станке никого не было только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление в начале великого поста в Плахино приехал нарочно из Таруханска и привез мне письмо в котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Таруханск я не понимал что случилось почему меня возвращают в Таруханск и узнал только вернувшись туда оказалось что в Таруханской больнице умер крестьянин нуждавшийся в неотложной операции который без меня не могли сделать это так возмутило таруханских крестьян что они вооружились вилами косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета таруханские власти были так напуганы что немедленно послали ко мне гонца в Плахино обратный путь в Таруханск был не слишком трудным и только в станке Афиногена мне пришлось испытать неприятности отвезти меня в станок где жил Сталин Афиноген послал одного их сыновей лошадь шла все время шагом и ямщик не хотел погонять ее я не стерпел этого вырвал из рук ямщика вожи и стал пыскать лошадь ямщик соскочил с сани и побежал обратно мне ничего не оставалось сделать как повернуть лошадь и ехать шагом к избе Афиногена этот истинный христианин в кавычках крайне грубо изругал меня архиерея но гнев его тотчас утих когда он получил от меня золотую пятерублевую монету он дал мне пару хороших лошадей а ямщиком другого своего сына на одном из следующих станков я испытал поездку на собаках шесть здоровенных сибирских псов были запряжены в нарт они бежали хорошо но вдруг одна из них укусила другую другая третью и все свалили в дерущуюся кучу ямщик соскочил и стал лупить собак деревянным шестом который служил ему для управления собаками порядок был восстановлен и собаки благополучно довезли нас до места назначения первым кто встретил меня в Таруханске с распростертыми объятиями и неподдельной радостью был тот самый милиционер комсомолец который вез меня из Таруханска в Плахино я опять начал работу в больнице уполномоченный ГПУ с большой злобой и скрежетом зубов выславший меня из Таруханска на север вниз по Енисею за моё неподчинение встретил меня изысканно вежливо осведомлялся о моём здоровье и житье в Плахино однажды случился пикантный инцидент уполномоченный по какому-то делу пришёл ко мне в больницу во время моего разговора с ним отворилась дверь и в комнату вошла целая вереница тунгусов со зложенными руками для принятия моего благословения я встал и всех благословил а уполномоченный сделал вид что не замечает этого и в монастырь я конечно продолжал ездить на санях покрытых ковром это моё второе пребывание в Таруханске длилось восемь месяцев от благовещения Пресвятой Богородицы до ноября в середине лета не помню точно в какой форме я имел как мне казалось предсказание от Бога о скором возвращении из Таруханской ссылки я ждал с нетерпением исполнения этого обещания но шли недели за неделями и всё оставалось по-прежнему я впал в уныние и однажды в алтаре Зимней Церкви которая сообщалась дверью с летней Церковью со слезами молился предзапрестольным образом Господа Иисуса Христа в этой молитве очевидно был и ропот против Господа Иисуса за долгое не выполнение обещания об освобождении вдруг я увидел что изображённый на иконе Иисус Христос резко отвернул свой причистый лик от меня Я пришёл в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на икону Как побитый пёс пошёл я из алтаря в летнюю церковь где на клиросе увидел книгу апостола Я машинально открыл её и стал читать первое что попалось мне на глаза Большой скорби моей я не запомнил текста который прочёл но этот текст произвёл на меня прямо-таки чудесные действия им обличалось моё неразумие и дерзость ропота на Бога и вместе с тем подтверждалось обещание освобождения которого я нетерпеливо ожидал я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел глядя на запрестольный образ что Господь Иисус опять смотрит на меня благодатным и светлым взором разве же это не чудо приближался конец моей Таруханской ссылки с низових Енисея приходили один за другим пароходы привозившие моих многочисленных товарищей посылки одновременно со мной получивших тот же срок наш срок кончился и эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск в одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день а меня не вызывали в ГПУ для получения документов однажды вечером в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти меня не вызывали и я волновался не зная что было предписание задержать меня еще на год утром 20 августа я по обыкновению читал утреннюю а пароход разводил пары первый протяжный гудок парохода я читаю четвертую кофизму псалтири последние слова 31-го псалма выражают меня как гром я всем существом воспринимаю их как голос Божий обращенный ко мне он говорит вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей вон же поедеши утвержу на тебя очи мои не будите я как конь и мест им же не есть разум в раздании уздою челюсти их востегнешь не приближающихся к тебе псалом глава 31 стих 8 и внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе пароход дает третий гудок и медленно отчаливает я слежу за ним стихой и радостной улыбкой пока он не скрывается от взоров моих иди ты мне не нужен господь уготовил мне другой путь не путь в грязной барже которую ты ведешь а свет архиерийский путь через три месяца а не через год господь повелел отпустить меня послав мне маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее меня обязаны были отпустить в Красноярск Енисей замерз в хаотическом нагромождении огромных льдин санный путь по нему должен был установиться только в середине января по Енисею возили только на нартах но для меня крестьяне сделали крытый возок настал долгожданный день отъезда я должен был ехать мимо монастырской церкви стоявшей на выезде из Туруханска в которой я много проповедовал иногда даже служил у церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа священник рассказал мне о необыкновенном событии по окончании литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи но когда собираясь провожать меня вошел в церковь внезапно загорелась одна свеча в паникадире с минуту померцала и потухла так проводила меня любимая мною церковь в которой под спудом лежали мощи святого мученика Василия Мангазейского тяжкий путь по Енисею был тем светлым архиерейским путем о котором при отходе последнего парохода предсказал мне сам Бог словами Псалма 31 вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей вонь же пойдешь и утвержу на тебя очи мои буду смотреть как ты пойдешь этим путем а ты не рвись на пароход как конь лему не имеющий разума которого надо направлять уделами и уздою мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем ибо на всех тех остановках в которых были приписные церкви и даже действующие меня встречали колокольным звоном и я служил молебны и проповедовал а с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали в большом селении доезжая 400 верст до Енисейска меня предупредили что дальше ехать нельзя опасно так как на Енисеи образовалась широкая трещина во льду а у берегов вода широко вышла поверх льда образовав так называемые забереги да и дороги в прибрежной тайге не было но мы все-таки поехали доехали до широкой трещины через всю реку шириною больше метра увидели что в ней тонет лошадь с санями которую тщетно старается вытащить бедная женщина помогли ей вытащили лошадь с санями а сами а сами призадумались что делать мой ямщик лихой кудрявый парень а за ним и ямщик чудиного не колебались они только сказали держись покрепче стали во весь рост дико зарали на лошадей и нахлестали их лошади рванулись изо всей мочи и перескочили через полынью а за ними перелетели по воздуху и наши сани от Таруханска до Красноярска мы ехали полтора месяца за день проезжали расстояние от станка до станка в среднем сорок верст я был одет в меховые тунгусские одежды и ноги закрывал енотовой шубой однажды ямщик просил меня подержать вожжи пока поправит упрошь на лошадях на руках у меня были кроличьи рукавицы но как только я вынул руки из-под шубы и взял вожжи руки обожгло как огнем так жесток был мороз в некоторых станках ко мне приходили мои прежние пациенты которых я оперировал в Таруханске особенно запомнился старик тунгус полуслепой от трахомы которым я исправил заворот век пересадкой слизистой оболочки результат операции был так хорош что он по-прежнему стреляет белок попадая прямо в глаз мальчик оперированный по поводу крайне запущенного остеимелита бедра пришел ко мне здорово были и другие подобные встречи мы благополучно доехали до Енисейска в котором духовенство прежде бывшее сплошь обновленческим но обращенное мною на путь правда перед моим отъездом в Таруханск устроило мне торжественную встречу отслужили благодарственный молебен и проехав еще 330 верст приехали в Красноярск за два дня до праздника Рождества Христова в Красноярске в ожидании моего приезда осени народ во множестве тщетно встречал каждый пароход снизуя в Енисея и теперь встретить меня им не удалось мы направились к епископу Амфилохию его келейник монах Милетий был слеп на один глаз в лествии центрального бельма Роговицы не надо было сделать ему оптическую иридоктомию иридоктомия иссечения кусочка радужной оболочки я послал его главному врачу больницы с письмом в котором просил разрешение мне сделать эту операцию в глазном отделении просьбу эту охотно исполнили и на другой день приехав с Милетий в больницу я неожиданно увидел в глазном отделении целую толпу врачей пришедших посмотреть на мою операцию быстро покончив с иридоктомией я выразил сожаление о том что не могу показать врачам операции удаления слезного мешка гораздо более интересной для них но тотчас мне сказали что есть больница больной ожидающей этой операции быстро приготовили его я рассказал врачам как произвожу эту операцию я начал с подробного описания топографической анатомии слезного мешка рассказал о своем способе региональной анестезии и начав операцию шаг за шагом демонстрировал им все что только что рассказал операция прошла без всякой боли и почти совсем бескровно на другой день мы с Чудиновым должны были явиться в ГПУ и в коридоре второго этажа ожидали вызова меня первым вызвали на третий этаж допрос вежливо начал молодой чекист но вскоре вошел помощник начальника ГПУ оборвал допрос и поручил его другому этот вынул допросный лист и стал спрашивать меня о моих строптивах и смелых пререканиях с Таруханским уполномоченным ГПУ я отвечал так что не оправдывался а сам обвинял уполномоченного и председателя районного исполкома записывавший мои ответы чекист смутился и был в явном замешательстве опять вошел помощник начальника ГПУ через плечо допрашивавшего чекиста прочел его записи и бросил их в ящик стола к моему удивлению он вдруг переменил свой прежний резкий тон и показывая в окно на обновленческий собор сказал мне вот этих мы презираем а таких как вы очень уважаем он спросил меня куда я намерен ехать и удивил меня этим как разве я могу ехать куда хочу да конечно и даже в Ташкент конечно и в Ташкент только прошу вас уезжайте как можно скорее но ведь завтра великий праздник Рождества Христова я непременно должен быть в церкви на это с трудом согласился начальник но просил меня непременно уехать после литургии вы получите билет на поезд и вас отвезут на вокзал пожалуйте пожалуйте мы отвезем вас он очень вежливо провожает меня вместе с допрашивавшим чекистом вниз в тот памятный мне двор из которого одна дверь вела в большой подвал загаженной испражнениями в котором я и мои спутники содержались до отправки в Енисейск а другая дверь вела в другой подвал в котором при нас производились расстрелы в этом дворе начальник с изысканной вежливостью усадил меня в автомобиль а чекист увелел проводить меня до квартиры в которой я остановился я по опыту знал как опасно верить словам чекистов и с тревогой ждал куда повернет автомобиль в том месте где дорога налево ведет к тюрьме а дорога направо к православному собору вблизи него чекист позвонил у ворот и вышедшей хозяйке сказал чтобы она не заботилась о моей прописке вежливо откланившись мне он уехал а я пошел через улицу в собор при котором жил при освященной амфилохе уже в начале моей беседы с ним вошел с докладом монах милетий говоря что прибежал какой-то тяжело запыхавшийся господин и просит позволения видеть меня как я тотчас догадался это был чудинов с тревогой бежавший за автомобилем в который везли меня и как я мучительно ожидавший повернет ли машина направо к собору или пойдет налево в тюрьму получив разрешение от преосвященного амфилохе в комнату вбежал чудинов взволнованный до крайности и рыдая бросился на колени к моим ногам получив благословение от меня и епископа амфилохе он просил нас обоих молиться об упокоении души его десятилетней дочери скоропостижно скончавшийся в Таруханский после рождественской всеночной литургии которую я служил совместно с красноярским епископом амфилохием мне подали параконный фаэтон из ГПУ и с чудиновым я отправился на вокзал на полдороги вдруг нас остановил молодой милиционер вскочил на подножку и стал обнимать и целовать меня это был тот самый милиционер который вез меня из Таруханска в станок Плахина за 230 верст к северу от полярного круга на вокзале меня уже ждала большая толпа народа пришедшие проводить меня в Ташкент я возвращался через город Черкасс и Киевской области где жили мои родители и старший брат Владимир из Красноярска я довольно благополучно доехал до Черкасс я ехал вместе с Чудиновым и в Омске мне надо было дать телеграмму в Черкассы остановка была короткая а телеграф помещался на верхнем этаже и я не успел сбежать вниз как поезд тронулся дальше Чудинов по моей телеграмме оставил мои вещи на следующей станции где я и получил их но со своим добрым спутником ехавшим в Архангельскую область я больше не встречался трогательно была встреча моих престарелых родителей с сыном профессором хирургии ставшим епископом с любовью целовали они руку своего сына со слезами слушали панихиду которую я служил над могилой умершей сестры моей Ольги из Черкасс я наконец вернулся в Ташкент это было в конце января 1926 года в Ташкенте я остановился в квартире в которой жила София Сергеевна Белецкая с моими детьми которых она питала и воспитывала и обучала в школах во время моей ссылки первыми пришедшими ко мне с поздравлениями были четыре главных члена баптистской общины они держались явно смущенно а для меня была непонятна цель их визита позже я узнал что они получили телеграмму от ленинградского баптистского пресвитера Шилова в которой он поручал им приветствовать меня как нового брата баптистов пришлось конечно разочаровать их в этом через некую наливайка прежде усердного прихожанина кафедрального собора перешедшего потом в баптистскую общину в это время кафедральный собор был уже разрушен и в церкви преподобного Сергия Радонежского несколько раз служил ссыльный епископ перешедший в обновленчество во время моей ссылки протеерей Михаил Андреев разделявший со мною тяготы с ссылки в неисейский край и дальше в богучаны и возвратившийся незадолго до меня требовал чтобы я осветил сергиевский храм после епископа перешедшего в обновленчество я отказался исполнить это требование и это послужило началом тяжелых огорчений протеерей Андреев вышел из подчинения мне и начал служить у себя на дому для небольшой группы своих единомышленников он неоднократно писал обо мне патриаршему местоблюстителю митрополиту сергию и даже ездил к нему и сумел восстановить против меня местоблюстителя от которого в сентябре того же года я получил три быстро следовавших один за другим указа о переводе меня с епархиальной ташкентской кафедры в город Рыльск Курской области векарием потом в город Елец векарием орловского епископа и наконец в Ижевск епархиальным епископом я хотел безропотно подчиниться этим переводам но митрополит новгородский Арсений живший тогда в Ташкенте на положении ссыльного и бывший в большой дружбе со мной и моими детьми настойчиво советовал мне никуда не ехать а подать прошение об увольнении на покой мне казалось что я должен последовать совету маститого иерарха бывшего одним из трех кандидатов на патриарший престол на соборе 1917 года я последовал его совету и был уволен на покой в 1927 году это было началом греховного пути и божьих наказаний за него меня как епископа ташкентского заменил митрополит Никандр также бывший ташкентским сыном занимаясь только приемом больных у себя на дому я конечно не переставал молиться в сергиевском храме на всех богослужениях вместе с митрополитом Арсением стоя в алтаре весной 1930 года стало известно что и сергиевская церковь предназначена к разрушению я не мог стерпеть этого когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время и уже был назначен страшный день закрытия ее я принял твердое решение отслужить в этот день последнюю литургию и после нее когда должны будут явиться враги божии запереть церковные двери снять и сложить грудой на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы облить их бензином в архиерейской мантии взойти на них поджечь бензин спичкой и сгореть на костре я не мог стерпеть разрушение храма оставаться жить и переносить ужасы осквернений и разрушения храмов божиих было для меня совершенно нестерпимо я думал что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов божиих врагов религии и остановит разрушение храмов колоссальной дьявольской волной разлившейся по всему лицу земли русской однако богу было угодно чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения и по его воле закрытие сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок а меня в тот же день арестовали 23 апреля 1930 года я был в последний раз на литургии в сергиевском храме и при чтении евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли что в этот же день вечером буду арестован так и случилось и церковь разрушили когда я был в тюрьме в своей знаменитой пасхальной проповеди святой Иоанн Златоуст говорит что бог не только дела приемлет но и намерение целует за мое намерение принять смерть мученическую да простит мне господь бог множество грехов моих 23 апреля 1930 года я был вторично арестован на допросах я скоро убедился что от меня хотят добиться отречения от священного сана тогда я объявил голодовку протеста я голодал семь дней быстро нарастала слабость сердца а под конец появилась рвота кровью это очень встревожило главного врача ГПУ каждый день приезжавшего ко мне на восьмой день голодовки около полудня я задремал и сквозь сон почувствовал что около моей постели стоит группа людей открыв глаза увидел группу чекистов и врачей и известного терапевта профессора слоним врачи исследовали мою сердце и шепнули главному чекисту что дело плохо было приказано нести меня с кроватью в кабинет тюремного врача где не позволили остаться даже профессору слоним главный чекист сказал мне позвольте представиться вы меня не знаете я заместитель начальника среднеазиатского ГПУ мы очень считаемся с вашей большой двойной популярностью крупного хирурга и епископа никак не можем допустить продолжение вашей голодовки даю вам честное слово политического деятеля что вы будете освобождены если прекратите голодовку я молчал что же вы молчите вы не верите мне я ответил вы знаете что я христианин а закон христов велит нам ни о ком не думать дурно хорошо я поверю вам меня конечно не освободили вопреки честному слову политического деятеля в кавычках дня два три я получал обильные передачи от своих детей а потом отказался от них и возобновил голодовку она продолжалась две недели и я дошел до такого состояния что едва мог ходить по больничному коридору держась за стены пробовал читать газету но ничего не понимал ибо точно тяжелая пелена лежала на мозгу опять приехал ко мне помощник начальника секретного отдела и сказал мы сообщили о вашей голодовке в москву и оттуда пришло решение вашего дела но мы не можем объявить его вам пока вы не прекратите голодовку еще теплился у меня остаток веры в слова чекистов и я согласился прекратить голодовку тогда мне объявили что я должен ехать в город котлос не по этапу а свободно но и на этот раз я был обманут приблизительно через неделю я был отправлен по этапу и ехал в арестантском вагоне до Самары где нас оставили в тюрьме приблизительно на неделю воспоминания об этой неделе остались у меня мрачные и тяжелые пересадка в Москве в другой арестантский вагон и путь дальнейший до города котлоса по приезде в котлос нас поместили за три версты от него на песчаный берег северной двины в лагерь получивший название Макариха состоявший из двухсот бараков в которых целыми семьями жили раскулаченные в кавычках крестьяне очень многих русских губерний очень недолго пришлось не оперировать в котловской больнице и скоро мне объявили что я должен ехать на пароходе в город Архангельск в первый год жизни в Архангельске я испытывал большие затруднения в отношении квартиры и был почти бездомным мне предоставили работать по хирургии в большой амбулатории там я имел возможность видеть недостаточно радикально оперированных по поводу рака грудной железы женщин и потому когда ко мне пришла больная с раком груди я не послал ее в больницу а решил оперировать ее амбулаторно и сделал очень радикальную операцию узнав об этом больничные врачи отправились с жалобой на меня к заведующему облздоров отдела но тот только спросил у них так что же операция прошла благополучно больная жива никаких осложнений нет так что же еще нужно живя в архангельске я заметил у себя твердую бугристую опухоль возбуждавшую подозрение о раке и сообщил об этом начальнику секретного отдела прося разрешения поехать в Москву для операции он сделал запрос в Москву и через две недели было получено разрешение мне ехать на операцию но не в Москву а в Ленинград я был этим удивлен но принял направление в Ленинград как путь указанный мне Богом в вагоне со мной познакомился молодой врач и по приезде в Ленинград пригласил меня в свою семью избавив меня от затруднений в незнакомом городе он поез меня далеко на Васильевский остров в большую клиническую больницу хирургическое отделение профессора Петрова крупнейшего специалиста по онкологии профессор Петров отнесся ко мне с большим вниманием и сделал мне операцию вырезанная опухоль оказалась доброкачественной по выписке из больницы я отправился в Новодевичий монастырь уже закрытый и был весьма любезно принят митрополитом Серафимом жившим там из клиники меня провожал в монастырь мой бывший ученик по хирургии доктор Жалонци мы беседовали с ним на медицинские темы и я был очень далек от сколько-нибудь мистических мыслей и настроений но вот что случилось дальше к митрополиту я приехал в субботу незадолго до всеночной отправился в большой монастырский храм в самом обыкновенном настроении служил иеромонах а я стоял в алтаре когда приблизилось время чтения Евангелия я вдруг почувствовал какое-то непонятное очень быстро нараставшее волнение которое достигло огромной силы когда я услышал чтение это было одиннадцатая воскресная Евангелия слова я дрожал я дрожал всем телом не мог дождаться до конца всеночной пошел к митрополиту Серафиму и рассказал ему о случившемся он с большим вниманием слушал меня и сказал что и в его жизни бывало подобное еще в течение двух трех месяцев всякий раз когда я вспоминал о пережитом при чтении одиннадцатого Евангелия я снова дрожал и градом лились слезы из глаз довольно скоро после моего возвращения из Ленинграда в Архангельск меня вызвал в Москву особо уполномоченный коллеги ГПУ и по приезде моему в Москву он в течение трех недель ежедневно беседовал со мной очень долго ему было поручено пересмотреть мое дело так как по его словам в Ташкенте меня судили меднолобые дураки было понятно что ему было поручено основательно изучить меня в его словах было много лести он всячески превозносил меня он обещал мне хирургическую кафедру в Москве и было вполне понятно что от меня хотят отказа от священнослужения как я раньше говорил перед вторым арестом я был уволен на покой патриаршем местоблюстителем митрополитом Сергии незаметно для меня медовые речи особо уполномоченного отравляли ядом мое сердце и со мной случилось тихчайшее несчастье и великий грех ибо я написал такое заявление я неудел как архиерей и состою на покое при нынешних условиях не считаю возможным продолжать служение и потому если мой священный сан этому не препятствует я хотел бы получить возможность работать по хирургии однако сана епископа я никогда не сниму не понимаю совсем не понимаю как мог я так скоро забыть так глубоко потрясшее меня в Ленинграде повеление самого Господа Иисуса Христа паси агнцы моя паси овцы моя только в том могу находить объяснение что оторваться от хирургии мне было крайне трудно после моего заявления копию которого я оставил митрополиту Сергию меня не только не освободили досрочно как это бывает с ссыльными вызванными к особо уполномоченным но вернули в Архангельск и прибавили еще полгода к сроку моей ссылки только в конце 1933 года я был освобожден и уехал в Москву господу богу было конечно известно что я затеваю новый тяжко греховный шаг и он предупредил меня крушением поезда которое к сожалению только напугало меня но не образумило в Москве первым делом явился я в канцелярию местоблюстителя митрополита Сергия его секретарь спросил меня не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр оставленный богом и лишенный разума я углубил свой тяжкий грех непослушанием Христову повелению поси овцы моя страшным ответом нет несколько раньше я имел намерение вернуться в Ташкент и написал об этом митрополиту Арсению но из ответа его понял что он вовсе не обрадуется моему приезду еще до окончания моей архангельской ссылки я послал наркому здравоохранения Владимирскому письмо с просьбой предоставить невозможность заняться в специальном исследовательском институте разработкой гнойной хирургии на погибель себе я от митрополита Сергия отправился в министерство здравоохранения чтобы лично ходатайствовать об этом нарком Владимирский меня не принял а отправил к своему заместителю я просил заместителя об организации для меня специального научно-исследовательского института гнойной хирургии он очень сочувственно отнесся к моей просьбе и обещал поговорить о ней с директором института экспериментальной медицины Федоровым который должен скоро приехать на радость дьяволу на погибель себе я очень обрадовался этому но Бог хранивший меня и направлявший мои пути сохранил меня от гибели ибо Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом мне некуда было деваться но на обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне поехать в Крым без всякой разумной цели я последовал этому совету и поехал в Феодосию там я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом питался в грязной харчевне ночевал в доме крестьянина и наконец принял новое бестолковое решение вернуться в Архангельск там месяца два снова принимал больных в амбулатории в Архангельске открывался в это время медицинский институт и мне предложили кафедру хирургии я отказался и немного опомнившись уехал в Ташкент но оставаться в Ташкенте мешая митрополиту Арсению нельзя было я опустился до такой степени что надел гражданскую одежду и в министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андежанской больнице но оставаться в Ташкенте мешая митрополиту Арсению нельзя было я опустился до такой степени что надел гражданскую одежду и в министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андежанской больнице там Я получил заведование маленьким отделением погнойной хирургии на 25 коек при городской клинической больнице. Позже это отделение было расширено до 50 кроватей. Скоро я узнал об операции швейцарского окулиста Гапена, после которой излечивались от 60 до 80% больных от слойка сетчатки. Эта операция получила скоро большое распространение во многих странах, и в Москве ее делал профессор Одинцов. Я оставил работу погнойной хирургии и поехал в Москву, в клинику Одинцова. Он дважды сделал мне операцию Гапена, ибо в первый раз не точно определил все места от слойки сетчатки. Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу погнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет. Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освящен только алтарь. В церкви, неподалеку от алтаря у стены, стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи, и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука, и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного. Он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся. Непостижимо для меня, что этот страшный сон не образумил меня. По выписке из клиники я вернулся в Ташкент и еще два года продолжал работу в гнойно-хирургическом отделении. Работу, которая нередко была связана с необходимостью производить исследования на трупах. И не раз мне приходила мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия. И собранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги «Очерки гнойной хирургии». В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира. В этом не кайса. «И я понял, что очерки гнойной хирургии были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды». 10 февраля 1936 года скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг митрополит Арсений. С Преосвященным Арсением у меня были самые близкие и дружеские отношения. Он любил моих детей и Софию Сергеевну, и часто бывал у них. Он подарил мне две свои фотокарточки, на одной из которых написал «Жертве за жертву» послание филиппийцам, глава 2, стих 17, а на другой «Тобою, брат, успокоены сердца святых» послание филистимлянам, глава 1, стих 7. «Снимался и вместе со мной. Он очень внимательно слушал мои проповеди и высоко ценил их. О себе он говорил, что исполнил все, предназначенное ему Богом, и потому ждал смерти». Через год, в 1937 году, начался страшный для Святой Церкви период, в период власти Ежова, как начальника московского ГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех, кого подозревали во вражде к советской власти. Конечно, был арестован и я. Ежовский режим был поистине страшен. На допросах арестованных применялись даже пытки. Был изобретен так называемый «допрос конвейером», который дважды пришлось испытать и мне. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно, день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью. Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине извиваются змеи. От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионен. На это ответить, конечно, не могли. Допрос с конвейером продолжался 13 суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой. Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекиста. Потребовал вызвать начальника секретного отдела, и когда он пришел, сказал, что подпишу все, что они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина. Заявил о прекращении голодовки и просил прислать мне обед. Я предполагал перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и крепко ударив по его спинке. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невыполнимо условие ГПУ, и меня пришлось бы отвезти в больницу или хирургическую клинику. И это вызвало бы большой скандал в Ташкенте. Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии переездить им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом, но и кожу разрезать не смог. Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату и предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, я все-таки заснул и не помню, долго ли спал. Меня уже ожидал начальник секретного отдела, чтобы я подписал сочиненный им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим требованием. Потерпев фиаско со своим почти двухнедельным конвейером, меня возвратили в подвал ГПУ. Я был совершенно обессилен голодовкой и конвейером, и когда нас выпустили в уборную, я упал в омборок на грязный и мокрый пол. В камеру меня принесли на руках. На другой день меня перевезли в «черном вороне» в центральную областную тюрьму. В ней я пробыл около восьми месяцев в очень тяжелых условиях. Большая камера наша была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на трехэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними. К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, спотыкаясь и падая на них. Передачи были запрещены, и нас кормили крайне плохо. До сих пор помню обед в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, состоявший из большого чана горячей воды, в которой было разболтано очень немного гречневой крупы. Не помню, по какому поводу я попал в тюремную больницу. Там с Божьей помощью мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжелобольному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болезни. Я сам исследовал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик, доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как найдет он при операции, и Ротенберг позже мне писал, что дословно подтвердилось все, написанное в моем письме. Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого на наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика. К сожалению, я забыл многое пережитое в областной тюрьме. Помню только, что меня привозили на новые допросы в ГПУ и усиленно добивались признания в каком-то шпионаже. Был повторен допрос конвейером, при котором однажды проводивший его чекист заснул. Вошел начальник секретного отдела и разбудил его. Попавший в беду чекист, прежде всегда очень вежливый со мной, стал бить меня по ногам своей ногой, обутый в кожаный сапог. Вскоре после этого, когда я уже был измучен конвейерным допросом и сидел низко, опустив голову, я увидел, что против меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной. По их приказу меня отвели в подвал ГПУ и посадили в очень тесный карцер. Конвойные солдаты, переодевая меня, увидели очень большие кровоподтеки на моих ногах и спросили, откуда они взялись. Я ответил, что меня бил ногами такой-то чекист. В подвале, в карцере меня мучили несколько дней в очень тяжелых условиях. Позже я узнал, что результаты моего первого допроса о шпионаже, сообщенные в московской ГПУ, были там признаны негодными и приказано было произвести новое следствие. Видимо, этим объясняется мое долгие заключение в областной тюрьме и второй допрос конвейера. Хотя и это второе следствие осталось безрезультатным, меня все-таки послали в третью ссылку в Сибирь на три года. Везли меня на этот раз уже не через Москву, а через Алмату и Новосибирск. По дороге до Красноярска меня очень подло обокрали жулики в вагоне. На глазах всех заключенных ко мне подсел молодой жулик, сын ленинградского прокурора, и долго заговаривал мне зубов, пока за его спиной два других жулика опустошали мой чемодан. В Красноярске нас недолго продержали в какой-то пересылочной тюрьме на окраине города, и оттуда повезли в село Большая Мурта, около 130 верст от Красноярска. Там я первое время бедствовал без постоянной квартиры, но довольно скоро дали мне комнату при районной больнице и предоставили работу в ней вместе с тамошним врачом и его женой, тоже врачом. Позже они говорили мне, что я едва ходил от слабости после очень плохого питания в ташкентской тюрьме, и они считали меня дряхлым стариком. Однако довольно скоро я окреп и развил большую хирургическую работу в Муртинской больнице. Из Ташкента мне прислали очень много историй болезней из гнойного отделения Ташкентской больницы, и я имел возможность благодаря этому написать много глав своей книги «Очерки гнойной хирургии». Неожиданно вызвали меня в Муртинской ГПУ и, к моему удивлению, объявили, что мне разрешено ехать в город Томск для работы в тамошней, очень обширной библиотеке медицинского факультета. Можно думать, что это было результатом посланной мной из ташкентской тюрьмы маршалу Клименту Ворошилову просьбы дать мне возможность закончить свою работу по гнойной хирургии, очень необходимую для военно-полевой хирургии. В Томске я отлично устроился на квартире, которую мне предоставила одна глубоко верующая женщина. За два месяца я успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки из нее. По возвращении в Большую Мурту вполне закончил свою большую книгу «Почерки гнойной хирургии». Наступило лето 1941 года, когда гитлеровские полчища, покончив с западными странами, вторглись в пределы СССР. В конце июля прилетел на самолете в Большую Мурту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь вместе с ним в Красноярск, где я был назначен главным хирургом Ивака госпиталя 1515. Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого здания, прежде занятого школой. В нем я проработал не менее двух лет, и воспоминания об этой работе остались у меня светлые и радостные. Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. В конце войны я написал небольшую книгу о поздних резекциях при инфицированных ранениях в больших суставах, которую предоставил он в соискании Сталинской премии вместе с большой книгой очерки гнойной хирургии. По окончании работы в Ивака госпитале 1515 я получил благодарственную грамоту Западно-Сибирского военного округа, а по окончании войны был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Священный Синод Преместа Блюстителей Патриаршего Престола Метрополита Сергия приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа. В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии. И во все воскресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было. Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на полдороги завяз и упал в грязь, и должен был вернуться домой. Служить архиерейским чином было невозможно, так как при мне не было никого, кроме одного старика-священника, и я ограничивался только усердной проповедью Слово Божие. По окончании моей ссылки в 1943 году я возвратился в Москву и был назначен в Тамбов, в области которого до революции было 110 церквей, а я застал только две – в Тамбове и Мичуринске. Имея много свободного времени, я и в Тамбове около двух лет совмещал церковные служения с работой в госпиталях для раненых. В 1946 году я получил сталинскую премию первой степени, за мои очерки гнойной хирургии и поздней резекции при инфицированных ранениях больших суставов. В мае 1946 года я был переведен на должность архиеписк по Симферопольскому и Крымскому. Студенческая молодежь отправилась встречать меня на вокзал с цветами, но встрече не удалось, так как я прилетел на самолете. Это было 26 мая 1946 года. На этом воспоминания обрываются. Они были продиктованы секретарю Лейкфельд, полностью ослепшим архиепискому Лукой, в 1958 году в Симферополе. Архиепископ Лука умер 11 июня 1961 года и похоронен в Симферополе, где занимал кафедру в течение 15 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова